14 августа американские военные провели в Южной Корее учения с боевой стрельбой, чтобы проверить готовность к развертыванию на корейском полуострове. Военные сообщили, что учения, проводимые боевой группой 1-й бронетанковой бригады, 1-й бронетанковой дивизии, базирующейся в Техасе, проходили на полигоне Родригес в Ходжхоне, к северу от Сеула, менее чем в 30 километрах от сильно укрепленной границы с Северной Кореей. Военные добавили, что их цель состояла в том, чтобы овладеть навыками быстрого реагирования со стороны Соединенных Штатов. Это временное развертывание стало дополнением к примерно 28,5 тысячам американским военнослужащих, которые размещены в Южной Корее в рамках усилий по сдерживанию КНДР, обладающей ядерным оружием. В начале 1990-х годов Южная Корея начала брать на себя расходы по размещению войск США, которые использовались для финансирования местной рабочей силы, строительства военных объектов и другой материально-технической поддержки. Учения с боевой стрельбой прошли в связи с тем, что Южная Корея и США намерены провести ежегодные летние военные учения, чтобы усилить свои возможности по противодействию оружию Северной Кореи киберугрозам. Северная Корея осуждает совместное учение Соединенных Штатов и Южной Кореи, якобы как репетицию их вторжения. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын вновь посетил затопленный район недалеко от границы с Китаем, чтобы обсудить планы по оказанию поддержки пострадавшим от наводнений. 9 июня Южнокорейская администрация объявила о возобновлении вещания через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей. Теперь жители приграничных районов КНДР смогут слышать новости и другие передачи, которые не контролируются северокорейской цензурой. Власти Южной Кореи объяснили это решение как ответ на продолжающиеся мусорные атаки со стороны Северной Кореи. С конца мая КНДР запустило тысячу воздушных шаров в сторону Южной Кореи. Они были привязаны к мешкам с мусором, в которых находилась туалетная бумага, пластиковые бутылки, батарейки и навоз. Северная Корея утверждает, что такие запуски стали ответом на действия Южной Кореи, которая ранее отправляла в КНДР воздушные шары с листовками, призывающими бороться с режимом Ким Чен Ина.